Вы думаете, это 100-рублевая купюра? Нет, это 1 евро. Инфляция. Тревога нарастает. Жить без трусов с соцсеткой Threads. Буханочка, УАЗик на охоту, на съем, вечно хорошо живем. Я другой привет. Сегодня воскресенье, это значит на канале номер один про бизнес и деньги новости. Поехали. Евро на этой неделе стал стоить 100 рублей. Вот вы думаете, это 100-рублевая купюра? Нет, это 1 евро. Доллар стал стоить 90 рублей. Ну, в общем, последний раз такие курсы были в марте 22 года. Причины. Центробанк называет, что это снижение экспортной выручки, санкции растут, ограничения растут и так далее. А по словам Эльвиры Набиулиной, главы Центрального банка, плавающий валютный курс — это благо для экономики, которое позволяет адаптироваться под внешние всякие шоки. Итак, реакция рынка. Ритейлеры уже посчитали, что в начале августа выросли цены на всякую там технику на 15 процентов. Поэтому, если вы планировали купить какой-нибудь айфончик, телефончик, телевизор и так далее, покупайте. Но я вам не советую, потому что вот помните, до чего довело те вот ажиотаж по покупке техники в марте 22 года? Накупили всего, а потом цены рухнули. Поэтому не спешите, спешить не надо, дорогой. А Руспродсоюз заявил, что не наблюдает роста цен на продукты питания, но все будет зависеть от длительности тренда на ослабление рубля. Сейчас сезон, кое-где поспели фрукты и цены, вообще говоря, опустились на них, поэтому пока вот незаметна вся эта инфляция, но фрукты вот, не знаю, если будут возить из-за рубежа, конечно, они вырастут. Поэтому, друзья мои, засаживайте яблоньки, груши, давайте больше выращивать всяких фруктов, овощей здесь, в России, ну и цены не будут скакать так. Цены на туры за рубеж подскочили на 10-12 процентов. Уже сообщают в ассоциации туроператоров. Вот. Турция, невиданное дело, стало дороже Мальдив. Поэтому, если вы действительно собирались в Турцию куда-то, ребята, обратите внимание на Мальдивы, на другие направления, потому что Турция резко подорожала. В общем, аналитики опрошенной газеты и ведомости сообщили, что, по их мнению, во второй половине года доллар будет стоить в среднем вот 87-90 рублей. Ну, как им верить, этим аналитикам? Сколько раз мы прислушивались к их мнениям, а было все по-другому. Но давайте все же посмотрим, к чему приведет дальнейшее падение рубля и рост там валют. Ну, первое, инфляция. Инфляция может привести, но особенно по тем товарам, которые импортные. И так они уже стоят, не слабо, будут стоить еще дороже. Ужесточение монетарной политики и опять, опять тот самый рост ставки ЦБ. Мы все ратуем, чтобы ЦБ снизил ставку, чтобы были длинные деньги, посниженные ставки, чтобы заводы строили, фабрики, новые услуги завозили. Ну, а ЦБ таргетирует инфляцию. Таргетирование инфляции — это то, что он с ставкой изымает лишние деньги с рынка, чтобы вот цены не раздувались так быстро. Ну, тем самым экономика вот просто засушивается. Пока не будет в России реализована промышленная политика по инвестированию, новые производства, новые услуги и так далее, мы так и будем мыкаться, таргетировать то инфляцию и так далее, а все будет так себе, ухудшаться будет. Помните, как в этой поговорке у одного очень известного президента одной республики? Только взялись за яйца — мясо пропало, потом взялись за мясо — яйца пропали. Вот так и уберемся то за яйца, то за мясо и никак не выберемся из этой вот качели. Да, и есть еще один риск, о котором хочу сказать особо — снижение деловой активности, потому что всегда, когда доллар начинает расти, рубль ослабевать, все начинают там менять рубли на доллар и тем самым еще больше подогревая вот это вот обменные курсы, а дела бросаются при этом. Вместо того, чтобы делами заниматься, люди начинают вот эти вот хеджирование там играть. Друзья мои, не дергайтесь, вы все равно ничего особо не сохраните, лучше увеличьте свои доходы в два раза и тогда колебания курса доллара на 10, 15, 20 и даже 30 процентов не будут вас особо волновать. На этой неделе появились кадры обыска в офисе и особняке Евгения Пригожина. Видимо, кто-то очень хотел нас удивить, а потому на этих кадрах видны оружие, золотые слитки, наличные деньги, парики. Итак, нас действительно удивили, потому что изъятые в ходе обыска 24 июня имущество, слитки, деньги наличные, 10 миллиардов рублей и золотой пистолет наградной уже вернули главе ЧВК Евгению Пригожину. Вот так. Да, средства массовой информации, медиагруппы Патриот, они сейчас не функционируют, они закрыты. По словам некоторых товарищей, значит, более ста разных СМИ входили в эту группу. Вот они сейчас не работают. Влияние Евгения Пригожина на медиа, медиа-повестку в России точно снижается. Александр Лукашенко тем временем заявляет, что Евгений Пригожин и ЧВК Вагнер находятся не в Белоруссии, а в России и, по информации президента Белоруссии, глава Вагнера может быть в Санкт-Петербурге. Вот так. Песков заявил, что его вообще не волнует перемещение Евгения Пригожина. Вот так. Сегодня за Евгением Пригожиным прям вот прям все следят. С чем связано такое внимание к Евгению Пригожину? Ну, давайте разберем. Первое. Никто не ожидал, что может произойти 24 июня и это стремительное развитие там ситуации 24 июня, тому подтверждение. Второе. Никто не ожидал, что так быстро все закончится. Тоже никто не ожидал, что президент Белоруссии Лукашенко и Пригожин, о чем-то там договорятся и так далее. Никто не ожидал, что возникнет амнистия, помилование и так далее, тому, кто был объявлен военным мятежником, преступником, опять никто не ожидал. И опять же никто не ожидает то, что сейчас происходит, что Евгений Пригожин в России или может быть Санкт-Петербурге и тогда никто ничего не ожидает, а потому все прям вот припали к этим информационным источникам, пытаются что-то понять, а понять ничего невозможно, поэтому тревога нарастает. Буду держать вас в курсе, будьте на канале номер один про бизнес и деньги, мало ли что. Чтобы сохраниться, нужно быть информированным. Новая социальная сеть Средс, Трэц, Хрэц. Марка Цукерберга за первый день работы набрала 30 миллионов пользователей. Как вы думаете, Рыбаков уже зашел в эту соцсеть? Так, сейчас надо VPN включить. Посмотрите, Игорь Рыбаков, один из тех, кто уже, у меня тут 8 тысяч подписчиков, очень быстро все нарастает. Ну, конечно же, это переток с Инстаграма, там, с других запрещенок и так далее. Ну да, я размещал ссылку там в Телеграм, говорю, ребята, что, как дела, как ты, если ты открыл здесь аккаунт, пожалуйста, подпишись на меня. Здесь я планирую вести такие очень короткие текстовые сообщения, самые такие инсайты про деньги, про власть, про влияние. Если ты реально хочешь экспоненциальный доступ к власти, влиянию и качеству проживания жизни, вот такими короткими компактными сообщениями, подпишись на меня в этой новой соцсети Цукерберга. Что это же за соцсеть? Ну, был скандал, да, наверное, кто-то его видел. Скандал, такая разборка между Илон Маском и Цукербергом, они обменивались, значит, уколками и ударами, бросали друг другу перчатки и так далее. Илон сказал, Марк, ты вообще слабак, я вообще какой-то даун. Марк сказал, Илон, я тебя вообще сейчас замочу, да, и так далее. Ну, в общем, короче говоря, 6 июля Марк Цукерберг запустил новую социальную сеть, и она позиционируется как убийца Твиттера. Ну, а Твиттер — это сетка, которую недавно купил Маск, много про это было сообщений, и вот теперь вот это вот будет битва титанов. Ну, с другой стороны, какие титаны? Вы понимаете, у Твиттера 400 миллионов пользователей по миру, да, активных, а у холдинга мета — это ватсап, инстаграм, фейсбук и всякое там много чего еще, да, 5 миллиардов пользователей. В общем-то, неравные бои, поэтому очень многие запаслись уже попкорном и будут наблюдать, типа, говорит, мы будем наблюдать, как, значит, Цукерберг мочит Илона. Илон, Илон, срочно придумай что-нибудь. Ну, тем не менее, давайте по отличиям. Трэдс — нет хэштегов, нет личных сообщений, сеть полностью открыта, скрыть посты можно только при помощи блокировки пользователей и так далее, но это то, о чем вам рассказывают. А на самом деле, я так вам скажу, Трэдс собирает с вас информацию, ну, в общем-то, про все. Если вы в айфончике подписались и подписали соглашение, значит, как пользователя Трэдс, знайте, Тукерберг собирает с вас всю информацию, всю, про ваш пульс, про биометрию, что у вас было ночью, с кем вы были и так далее. Он подсматривает за вами, поэтому все параметры, которые собирает соцсеть, позволяет Цукербергу торговать информацией про вас рекламодателем. Поэтому, если вы в очередной раз хотите приоткрыться или, так сказать, снять трусы и ходить без трусов, то добро пожаловать в новую социальную сеть марка Цукерберга, Трэдс, и тогда вы будете жить абсолютно без трусов. Если вы уже без трусов живете по причине Facebook, Instagram, WhatsApp, да, то теперь у вас добавится еще одно, значит, жить без трусов с соцсеткой Цукерберг. Я не знаю, что с этим делать. Скорее всего, нам придется принять это, смириться с этим, да, и просто признать, что есть что-то более важное, чем прятаться и бояться от тех, кто хочет за нами присматривать. В Крыму испытали электробуханку. Ну, не подумайте, что это про хлебную буханку. Это вся вам хорошо знакомая буханочка, УАЗик, электрическая. Почему ее увезли в Крым, чтобы там испытывать, одному богу известно. Это чудо-юдо 60-х годов прошлого века, которое бы давно уже списать и вообще заменить каким-то более современным автомобилем, все еще производится. И надо же, в Японии его покупают и во всех странах, как экзотику, говорит, нигде такой прочной машины нет. Неубиваемая машина, специально созданная, чтобы ездить без дорог. Ну, реально классная машина, значит, я когда на охоту езжу, там все эти джипы, Паджеры, там Мерсы, Гелики, да вы что там, они все застревают, они вообще проехать никуда не могут, только УАЗик едет и Нива еще. Вот две самых мощных машин, которые есть вот в мире для езды без дорог. Вот что о буханке рассказывает разработчик. Основные компоненты электрической буханки — электродвигатель и батарея. Значит, электродвигатель берется с Воронежского завода, а батарея состоит из литиевых ячеек, мы их берем на заводе «Энергия» в Липецке. Так что электрическая буханка, видите, там много компонентов, которые произведены в России, что радует. Также он сообщил, что у российской новинки сплошные преимущества. И по сравнению с Тесла электрическая буханка ну просто в топе, понимаете, в автомобильном топе. Будьте внимательны, сейчас я зачитаю это вот прям цитат. Тесла не может в себя вместить девять человек, а буханка может и с комфортом. О каком комфорте в буханке, сами догадаетесь. Второе. Хоть есть и полноприводные Тесла, но по бездорожью она не поедет. Да, а буханка — это корабль бездорожья, дальше грузоподъемность. Буханка берет до одной тонны груза. Все люди, которые загружены в буханку, вот это одна тонна, они превращаются в такой груз. И по расходу электроэнергии мы сравняли с Тесла. У нас около 190 ватт-часов на километр расход, а у Тесла примерно столько же. Стоимость Тесла 11 миллионов, а буханка будет меньше трех стоить. Мы даже хотим, чтобы 2,9 она стоила. Так что, ребят, я вас поздравляю, кто еще не купил электрическую машину и хочет попантовать, покайфовать, пофартовать, поснимать девчонок. Ну, не знаю, молодое дело, это хорошо всегда. Подъезжаешь на буханке и говоришь, девять девчонок, ай да, дверца раз, хопа, в Теслу ты столько не загрузишь, девять девчонок, а здесь легкотня, понимаете. Поэтому, мне кажется, для молодых ребят, вот кто самый вот в самом таком возрасте, да, когда гормоны бушуют и так далее, самое то, электрическая буханка, реклама, УАЗ, мне не нужны твои платежи, я просто вот от чистого сердца хочу поддержать, чтобы буханки были, это невероятный автомобиль, очень его люблю. Результат тест-драйва буханки для тех, кто интересуется техническими параметрами. Дальность пробега машины без подзарядки 180 километров, разгон до 60 километров в час за 12 секунд, причем до 60, она выше 60 не едет. Максимальная скорость 80 километров в час, я же говорю, не едет. Обычно же разгон до 100, сколько-то, повышение проходимости за счет улучшенной развесовки по оси. Буханка будет разной комплектации, кабриолет для перевозки туристов, электрогрузовик для перевозки товаров в городе, коммунальная машина и мелкосерийное производство запустят в следующем году. Беру. В общем, ребят, я окончательно решил, поэтому лицом электробуханки я, конечно, не соглашусь стать, вот, но иметь в своем парке буханочку для девяти, так сказать, девяти мест, это неплохо. Есть порох в пороховницах и буханка нам в хозяйстве пригодится. На охоту ли, на съем, вечно хорошо живем. Еее, экспромт. В центральном банке назвали сроки массового внедрения цифрового рубля. Население сможет им пользоваться с 25 года. Что это значит цифровой рубль? Что это за зверь-дракон такой? Короче, это третья форма нацвалюты, так называемый эквивалент наличному и безналичному рублю. Главное отличие цифрового рубля, что они будут храниться в онлайн-кошельках на платформе Банка России. То есть это, скорее всего, такая система распределенного реестра, могут им все пользоваться, ну, а центральный такой корневой каталог будет располагаться в Центральном банке России. Зачем все это? Зачем цифровой рубль? Жили там безнал и так далее. Ну, утверждается, что безналичная оплата станет более безопасной и доступной при использовании цифрового рубля. То есть сейчас система транзакций вот этих между банками и так далее тоже, в общем-то, идет через Центральный банк и так далее. Ну, она создана в 60-е годы, это вся методика и так далее. Ну, ее решили вот обновить, поэтому вот возникает цифровой рубль. Но, на самом деле, в наш век, когда все хотят подсматривать друг за другом, я думаю, еще связано с тем, что просто Центральному банку нужно сильно больше информации про банки, про участники финансового рынка, чтобы подсматривать и заглядывать в запределье, ну, то есть туда, куда раньше у Центрального банка не было возможности подглядывать. Вот и так, цифровой кошелек не привязывается к определенному банку, грубо говоря, сам человек это будет радар, радар, который будет раскрывать все финансовые операции. Ну, достаточно умно. Дальше, операции будут проходить на платформе регулятора и защищены с помощью криптографии. Это понятно, то есть фактически любая операция, где бы там ни была, будет записана и будет складываться в реестр. Далее, транзакции через цифровой кошелек будут проходить почти мгновенно и без пауз. Ну, это понятно, это требование современности, вот эти вот задержки, они очень сильно раздражают, когда вот платишь там карточкой, там идет авторизация, там вот колесико крутится, уже хочется уже уйти, а ты вынужден ждать, стоять долго в этом. Поэтому скорострельность этих всех платежных систем, конечно, это великое благо для потребителей. Вот, кошелек цифровых рубляк можно будет открыть через мобильное приложение, да, из любого мобильного приложения своих банков, поэтому в принципе потребители никак не заметят, никаких там неудобств точно не будет. Ну, это, конечно, все при условии, если банк твой подключится к системе вот этого цифрового рубля. В общем, все это безумно хорошо, потому что все это облегчает нашу жизнь, я давно, вообще говоря, жду, чтобы опять можно было воспользоваться этим бесконтактными платежами. Уж сильно мы привыкли к ним, потому что каждый раз оплатите что-то, доставать эту карточку, что-то платить, и я знаю, что за это банки берут за эквариинги услуги деньги. Зачем? Давайте перейдем на QR-коды пока, ну а потом на цифровой рубль, чтобы на самом деле меньше-меньше платить за транзакции всяким там финансовым посредником. Центробанк, хоть в этом ты нас порадовал в этом году. Молодец, Центробанк. Авиакомпании России могут остановить полеты кукурузников Ан-2 из-за нехватки импортных запчастей. Я, честно говоря, думал, Ан-2 уже давно не летает, но, оказывается, они летают еще как. В сельском хозяйстве и на каких-то специальных операциях Ан-2 прекрасно используется, очень надежная машина неприхотливая и так далее. Но вот беда. Запчасти, некоторые запчасти для Ан-2 больше не производят в России, а импортировать их сложно. Гендиректор Московского авиационного ремонтного завода заявил, что России необходимо производство более 60 видов комплектующих до Ан-2. И если не принять эти меры, парк самолетов может остановиться в течение полугода. Скажи мне, дорогой мой зритель, когда-нибудь ты летал на кукурузнике? Напиши мне комментарий, если летал. У меня есть незабываемый опыт, я летал на кукурузнике. Когда я добирался к своей бабушке в базарный Корабулак, то из Саратова, из саратовского аэропорта мы садились на такой вот Ан-2, вот этот кукурузничек, да, и он летел до базарного Корабулак. Это такая вот машина, которую сложно было понять вообще, как она летает, но пилоты говорили, что вот надежнее этой машины вообще нет. Более сорока кукурузников работают в России. Вот для этих сорока кукурузников мы стараемся, чтобы были запчасти. На самом деле, да, нам запчасти нужны не только для этих сорока кукурузников. Если у нас и с кукурузниками проблемы, до 60 видов запчастей сделать, то представляете, что другими самолетами. Поэтому это комплексная проблема. Какие есть еще варианты? Давайте разберем. Итак, на замену Ан-2 в 2019 году начали разрабатывать самолет под названием, гордым названием Байкал, и стоимость производства одного самолета ожидалась на уровне 120 лимонов рублей. Однако с того времени стоимость самолета резко выросла и, в общем-то, желание покупать по 120 миллионов рублей за штучку с этих самолетов у потребителей иссякло. Надо строить их так, чтобы цена их эксплуатации была разумной, заявил вице-премьер Юрий Трутнев и дал задачу Минпромторгу, Минтрансу две недели, чтобы разобраться с этим. Стукнул он по столу, поручил, и вот теперь ждем, как отчитается Минпромторг, что мы не можем. Вот эти вот поручения. Слушайте, в принципе, Минпромторг, Минтранс, чего тут разбираться? Ведь понятно, что все это вследствие планов и реализации промышленной политики. Если вы реально хотите, чтобы были российские самолеты, ну, разместите заказ, дайте денег, да есть кому их построить. Дайте денег лизинговым компаниям, которые, ну, или кредиты, да, лизинговые компании их на себя заберут и будут давать вот этим пользователям и так далее. Нам предстоит очень много делать, и это раздолье для новых предпринимателей. Я специально так обостряю, чтобы пригласить предпринимателей и бизнесменов. Ну, смотрите, налетайте, смотрите, как много можно чего делать, чем проявиться, чем заняться, где деньги заработать. Ребят, Россия невероятная страна сейчас для предпринимателей. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Финляндия с 10 июля ужесточит въезд в страну для российских абитуриентов, бизнесменов, владельцев недвижимости. Ну, в общем, практически для всех. Первое, бизнесмены смогут ехать в Финляндии только по веским причинам, которые требуют личного присутствия. Напомню, въезд в ЕС, страны ЕС через Финляндию запрещен транзитом, да, поэтому какие еще веские причины у бизнесменов? Ну, наверное, там, владение какими-то там компаниями и так далее, если такие еще остались. Далее, владельцы недвижимости обязаны подтверждать необходимость своего присутствия в стране. Ну, то есть ты владеешь каким-нибудь домиком на озере Финляндии и такой, как же мне подтвердить необходимость своего присутствия в своем же домике в Финляндии. А вот, давай думай сам. Далее, студенты смогут проходить обучение только если они получают какую-либо образовательную степень, только если ты учишься там в каком-то университете, да, там официально есть в списках и так далее. Ну, в общем, сложно все. 6 июля Россия заявила, что высылает 9 финских дипломатов и отзывает согласие на деятельность генконсульства в Финляндии и Санкт-Петербурге. Это означает, что получить финскую визу в Санкт-Петербурге станет невозможно. Обмен ответными ударами, в общем-то, нарастает. Я вообще никогда не видел Финляндию так жестко противостоящую, там, Советскому Союзу. Не застал я эти времена, может, они были, но сейчас это просто жескач какой-то, противостояние Финляндии и России. А мне все это так близко и как по сердцу. Дело в том, что один из моих заводов в Выборге находится, вот, буквально 40 километров от финской границы. И мы в эту Финляндию, да мы постоянно там контрабанду разную возили. Фух, нельзя же об этом говорить. Мы постоянно финном ездили, туда-сюда, там, алкоголем закупались. Ну, когда я еще нормально бухал, вот. Что опять говорю, что-то я отвлекся. Короче, Финляндия, вот, и МИД отвечает, что вот ответные меры, эти ответные меры, да, на враждебные действия Финляндии, а что это, мол, вот не какое-то вот плохое отношение к Финляндии. Вот, и в апреле, напомню, Финляндия вступила в НАТО, что очень неприятно, потому что сейчас фактически, знаете, вот по границе с Россией во всей Финляндии строятся какие-то оборонительные рубежи и так далее. Милитаризация Финляндии идет полным ходом. Есть еще одно интересное обстоятельство. Сайминский канал, да, Сайминский канал, который совместно эксплуатирует Финляндии и Россию, он проходит вот буквально на границе Финляндии и России. Интересно, что он все еще функционирует. И вот если, конечно, Россия запретит его совместную эксплуатацию, финская экономика очень сильно пострадает, через этот канал идет очень много сырьевых ресурсов с центра Финляндии и логистика там станет очень неудобно и так далее. Но Россия тоже пострадает, и это уже будет, наверное, последний рубеж обострения. Поэтому, если вы увидите, что вот Сайминский канал, там начались разборки и проблемы, ну тогда, значит, противостояние России и Финляндии выходит просто на небывалый пик противостояния. Никогда такого не было. Житель Москва-Сити доехал на такси в Крым за два дня за 65 тысяч рублей, чтобы попить пиво. Короче, таксисту поступил заказ с комментарием «как же меня эта работа, надо к морю». Приложение посчитало, что дорога займет 20 часов, но это, наверное, без учета пробки на Крымском мосту, а может там есть другие какие-то пути, не знаю, да, и будет стоить в тарифе комфорт плюс 73 760 рублей. Потом пассажир с таксистом все же договорились отменить поездку в приложении и оплатить напрямую чуть меньшую сумму 65 тысяч, при условии, что пассажир будет пить пиво всю дорогу. Короче, по навигатору путь должен был занять 20 часов, но на дорогу ушло два дня, бухали, наверное, там нормально, да. Короче, скандально известную 6-часовую пробку, возникшую на два дня у Крымского моста, пассажир просто проспал пивным сном, то есть не заметил. Доехав до места, пассажир из Сити подарил водителю 10 бутылок пива, которые таксист взял и прям немедленно и выпил, остановившись на пару дней отдохнуть и покупаться вместе с веселым попутчиком-пассажиром. А самое прекрасное в этой истории в том, что на обратном пути таксист нашел пассажира почти до Москвы и, надеюсь, на этот раз пассажир не бухал и доехали они побыстрее. Ребят, на самом деле вот эти вот приключения по большой матушке России на автомобиль — это же так прекрасно. Однажды я ехал из Магнитогорска в Москву, и сколько там приключений было, ужас, на самом деле больше я никогда не соглашусь ехать на машине на такие дальние расстояния. Реально, там происходят ужасные приключения. То втюхался в кого-нибудь, то колесо прокололось, то чири, значит, вскочил, и ты никак не можешь сидеть на этой заднице. В общем, ужас. Больше я никогда не поеду на машине на такие длинные расстояния. Но вы, если хочется приключений на свою жопу, езжайте, давайте так, в машину, в Астрахань на рыбалку, Крым, Алтай, куда-нибудь подальше, так, чтобы вот конкретно по дороге, но зато на всю жизнь запомните это. Никогда не живите, как пуританин, всегда допускайте, что на одну десятую, ну, хотя бы на одну двадцатую вы хулиган, вы проказник, вы путешественник, вы приключения на свою жопу там ловите и так далее. Никогда не застаивайтесь, как вода в болоте непроточной вот этом озере, все протухнет, зацветет и умрете. Все, в ванизме, вот ввергайтесь в приключения, живите счастливо, я хочу, чтобы мы с вами вместе размножали хорошее и пусть плохому место вообще, вообще ни хрена не останется.